МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые улики в деле Шеремета. Появились фото предполагаемых убийц журналиста. Помощь или долг? В Закарпатье от переселенцев требуют вернуть госвыплаты. Свиной мор. Как в Новой Одессе борются со вспышкой африканской чумы. В антикоррупционных сетях новый улов. И рыба попалась крупная. В Киеве задержали чиновницу Минагрополитики. Взятки женщина брала солидные. Перевозить их приходилось в багажнике. Сколько за свою подпись требовала служащая министерства и за что? Ярослав Кречко подробнее. Чиновницу Минагрополитики накануне вечером задержали прямо у здания ведомства на служебной парковке. В багажнике автомобиля начальницы одного из отделов департамента по управлению госсобственностью нашли 150 тысяч долларов. По данным следствия, деньги она получила за помощь в организации покупки имущества госпредприятия. Что это за предприятие, в интересах следствия не называют. Известно, что находится оно под Харьковом и в процессе ликвидации из-за долгов. А главная его ценность – земля. Она говорила, что она может поспорить, придбать мае, которое находится на балансе у этого сельско-господарского предприятия, в определенном особе. За соответствующую сумму денег. В принципе, эту соответствующую сумму денег в размере 150 тысяч долларов в США она получила. Ожидается уже завтра чиновница. Имя ее пока не разглашают. В суде изберут меру пресечения. А руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркивает, это одна из первых совместных операций новосозданных антикоррупционных органов и службы безопасности. СБУ отримала сигнал про такие факты. Когда стало известно, что сумма хабаря по размеру есть подследована НАБУ, работники СБУ вместе с детективами НАБУ продолжили и завершили эту операцию. Проверяется причастность других людей, в том числе и высших посадков. В данный момент следствие продолжает. В Минагрополитике в комментарии по факту задержания нам отказали. Мол, сотрудничают с правоохранителями, все остальное – тайна следствия. А глава ведомства Тарас Кутовой на своей странице в Фейсбуке поблагодарил НАБУ и СБУ за помощь в очищении его министерства. Отреагировал на громкое задержание и премьер Володимир Гройсман. В соцсетях он повторил свою известную фразу «сядете аж за гуде» и подчеркнул, касается это каждого взяточника. Добавлю, что задержанной чиновнице грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ярослав Кричко, Владимир Самченко, Павел Лысенко. Подробности – телеканал «Интер». В сети появились фотографии подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Снимки опубликовало издание «Киев Оперативный». Их якобы получили из источников в правоохранительных органах. Настоящие фото или нет, в нацполиции комментировать не стали, мол, вся официальная информация появляется на их сайте. Фотороботы здесь пока показывать не спешат. Нынешние изображения, похоже, стоп-кадры с камер наблюдения. Виден момент закладки взрывчатки под машину журналиста. Видео появилось в интернете еще две недели назад. Полиция также, как и сейчас, подтверждать, настоящее оно или нет, не стала. Но позже один из советников министра внутренних дел признался, видео было обнародовано с единственной целью – помочь следствию опознать возможных преступников. Павел Шеремет, напомню, погиб 20 июля под машину, которой он управлял, была заложена взрывчатка. Правоохранители квалифицировали это как умышленное убийство. Одна из основных версий – профессиональная деятельность. С девятой попытки апелляционный суд Киева отправил в СИЗО Валерия Постного. В НАБУ его называют главным исполнителем газовых махинаций нардепа Александра Онищенко. Какую сумму необходимо внести, чтобы Постный вышел на свободу, да и смогут ли вообще внести за него самый большой залог в истории Украины. Все подробности этого заседания в сюжете Ольги Рыцарь. У здания апелляционного суда Киева две кареты скорой помощи. Еще за час до заседания сюда привезли одного из фигурантов так называемого газового дела. Онкозаболевание, как опасался Постный, у него не нашли, но он по-прежнему жалуется, ходить не может. Несмотря на это, присутствовать в зале суда хочет даже на носилках. Сейчас я физически без посторонней помощи обслуживать себя не могу. Мне надо немножко подлечиться, чтобы я хотя бы мог ходить на костылях. Постного вместе с Онищенко подозревают в отмывании денег, полученных по договору о совместной деятельности с Укргаздобычей. Свою причастность к каким-либо махинациям Постный отрицает. Мол, работал на предприятии всего лишь технологом. Никогда управлением компании не занимался. То, что мне инкриминирует участие в какой-то группе, я ни в какой группе не находился. У меня единственная цель была купить часть компании. И если есть перспектива, я изучал счастье, перспективы роста. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила увеличить сумму залога с полутора миллионов гривен до полутора миллиардов. И хотя сумма заоблачная, прокуроры все посчитали. Деньги могут найти в окружении Постного. Рахуете один летак, на котором он просивается? Народный депутат, за который занят иммунитет, коштует около 700 миллионов гривен. Может быть, другие спеучастники занятий? После часа в совещательной комнате судья решил удовлетворить ходатайство прокуроров частично. В итоге сумму изначального залога увеличили в 160 раз. Запобежный закон был держать под вартою до 13-го сентября 2016 года. Вызначить заставу, как альтернативный запобежный закон дорожим 250 миллионов гривен. Таких денег у подозреваемого нет, уверяют защитники. Вся недвижимость его семьи в центре Киева и автомобили под арестом. Впрочем, как и имущество предприятия. 250 миллионов гривен, ну, никто не может внести. Более того, в историю Украины еще не было таких залог. Эти летаки, они арестованы. То есть, иными словами, прокурор, я уже говорил в судебном заседании, что прокурор одной рукой забирает имущество, а другой рукой пишет апелляцию, говоря, смотрите, у них есть имущество. А пока залог не внесут, фигурант газового дела уже сегодня с больничной койки отправиться в СИЗО. Ольга Рызарь, Даниэль Косаковский, подробности, телеканал Интер. Генпрокуратура направила в Израиль документы об экстрадиции бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Напомню, его подозревают в хищении госимущества и махинациях на 1 миллиард 200 миллионов гривен. Речь идет о незаконной торговле нефтепродуктами через сеть заправок БРСМ, которую связывали с министром-беглецом. В апреле Интерпол объявил Ставицкого в розыск. Сам он ранее признался, живет в Израиле под именем Натан Розенберг. В начале липня мы отправили хлопотание про экстрадицию до Министерства Эдуарда и Державы Израиля. 12-го мы получили подтверждение про отримание правоохранными органами Израилю. Мы ожидаем, что наше хлопотание будет задоволено в этой ситуации. Но, конечно, страны, до которых мы возвращаемся, они свою мотивацию студент в выполнении хлопотания. Шевченковский райсуд столицы на два месяца арестовал водителя, который в состоянии алкогольного опьянения травмировал двух патрульных на столичном шоссе в Киеве. В качестве альтернативной меры наказания залог в сумме более 1 миллиона гривен. Напомню, накануне ночью во время оформления ДТП на двух полицейских налетел опель. Правоохранители были госпитализированы в тяжелом состоянии. За рулем иномарки находился Илья Маринин, житель Киева. В его крови обнаружили 2,4 промилле алкоголя. В Ривне по подозрению в наркоторговле задержали сержанта госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По информации СБУ он продавал каннабис и психотропные препараты. Спецоперацию провели на окраине города. Там остановили автомобиль подозреваемого во время осмотра машины нашли наркотики и оружие. Сам задержанный по данным оперативников был под наркотическим опьянением. У него было виявлено под сиденьем водителя три пакети с каннабисом попередньо близко 60 грамм. А також один так называемый чек первой тени. У меня было найдено три пакети с зеленой подрібненной речевиной, яка мне не належала и яка возможно была мне подкинута на работе. А також биле автомобиля был найден белый пакет с порошководственной речевиной, яка також мне не належала. Отрезать доступ в прифронтовые опытные и пески такая новая тактика боевиков. Почему вместо обстрела в позиции украинских военных неприятель охотится на гражданскую технику? Подробнее о том, как в вынужденной блокаде живут украинские села материал Ирины Баглай. Ни света, ни газа, ни воды. Разве что вот такая дождевая. Опытная по Донецким аэропортам все больше напоминает поселок Призрак. Разрушенные дома, пустынные улицы. Но здесь по-прежнему остается жить до полусотни людей. Для Зинаида Алексеевны, как и для остальных, когда-то процветающий поселок превратился в ловушку. Выбраться из него можно только пешком через поле в ближайшую Авдеевку. Когда и выйдешь вот 6 километров туда и 6 назад по полю и бахают, стреляют. Борщи варим, картошку садим, капусту, вот, помидорчики у нас. А ну, а солдаты хлебусок дают. Опытная за спинами наших военных. Впереди аэропорт, оттуда этой ночью и прилетали снаряды из вражеского БМП. Попали и по дому Зинаида Алексеевны. БМП так стреляла одиночными. Они через нас получается лупили по населенному кусту. Сторону опытного. В последние сутки боевики активизировались. Били с Киевского района Донецка. Сзади терминаля, сзади аэропорта. То есть не с аэропорта? Нет, трехи далеко. Бо звук был слабоватый. Боевики покинули стационарные огневые позиции в поселке Спартак и аэропорту, говорят военные. Действуют более хитро, чтобы не попасться на глаза наблюдателям ОБСЕ. Техника выходит из жилых кварталов, заходит сюда, отпрацовывает и потом сникает назад. У боевиков новая тактика. Охотятся на военную технику украинцев. Держат на прицеле дороги, которые связывают Авдеевку с отрезанными от цивилизации опытным и песками. Чтобы медики все-таки смогли доехать, пехотинцы вручную убрали дорогу от осколков. Но обезопасить обычных жителей сложнее. Все, что могут солдаты предупредить. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Закарпатье начали проверку выплат госпомощи переселенцам. Оказалось, многие получают деньги неправомерно. В основном из-за того, что указали в анкетах недостоверные данные о своих доходах. Но есть и такие, кто попал, так сказать, под раздачу. Чем грозит теперь переселенцам проверка информации, расскажет Марина Коваль. Семья Сокол в Закарпатье переехала из Донецка в 2014-м. Оформили государственную помощь, сняли квартиру. В прошлом году старшей дочери купили однокомнатную. Из-за этого 10 тысяч гривен помощи оказалось, теперь нужно вернуть государству. Если бы там была трехкомнатная квартира, понятное дело, что когда она однокомнатная и безусловие, и нас туда всех засунуть, я не знаю, это уже как-то не по-человечески просто. Основанием для возврата госпомощи может стать даже депозит в 14 тысяч гривен. Человеку, например, ответили, что если это один квадрат, то это уже жилье. То он уже не имеет права на эту помощь. Эти деньги и вообще изначально они позиционировались как бы правильно, как средства на компенсацию коммунальных платежей и такое все прочее. То есть это несправедливо однозначно. Таких, как Татьяна, кто должен вернуть деньги государству, в области несколько десятков, говорят общественники. У некоторых семей суммы значительно больше, 50-60 тысяч гривен. А все потому, что контролирующие органы начали проверки переселенцев. Если счета в банках, незадекларированные имущества и не находился ли человек на оккупированной территории более 60 дней. Если да, госпомощь придется отдать. Мы не можем проверять с момента призначения. Цей контроль, покладенный в органы социального захиста. Но не все от них зависит. Потому что, например, деньги на депозитном рахунке, наявность денег, это можно проверить только за условием того, что им не дадут такую информацию за сгодой особи. В управлении Суззащиты признают, оценивать доходы семей переселенцев нужно дифференцированно, ведь далеко не все нуждаются в материальной помощи. Многие люди не бедные, но от денег государства не отказываются. Заполняя анкеты переселенцев, некоторые указывали заведомо неправдивые данные. Есть случаи, когда появляются депозиты на сумму 900 тысяч гривен. Причем, там, отец, например, имеет до миллиона, дружина имеет, дочь имеет, но они все, ну, они, по-перше, не говорили, что они имеют такие депозиты. По-друге, они выплатили с державы, получили эти переселенские деньги, допомогу на проживание, ранено. Сотрудники фининспекции проверили 4 района области. Оказалось, больше миллиона гривен помощи начислены неправомерно. А чтобы для переселенцев не было неожиданности, им дают несколько месяцев, чтобы могли вернуть деньги и уточнить данные. Иначе, управление суззащиты будут обращаться в суд. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Северная Корея снова провела испытания ядерного оружия, запрещенного ООН. КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. Снаряд пролетел тысячу километров и упал в воду в особой экономической зоне Японии на запад от острова Ога. Токио по дипломатическим каналам в Пекине передал Пхеньяну ноту протеста. По словам японских военных, КНДР запустила ракету средней дальности на Донг. Власти Японии, Южной Кореи и США осудили ядерные маневры КНДР и созывают экстренную встречу Совета безопасности ООН. То, что ракета приземлилась в особой экономической зоне Японии очевидная угроза нашей национальной безопасности. Мы выступаем против этих непростительных действий, противоречащих резолюциям ООН. Китай готов силой защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. Министр обороны КНР Чан Ван Цюань призвал армию, полицию и народ готовиться к мобилизации. Пекин видит угрозу в претензиях Филиппин на острова Спратли в Южно-Корейском море богатые рыбой и нефтью. На спорных рифах китайцы уже намыли несколько искусственных островов и соорудили на одном из них взлетную полосу. Аналитики подозревают, что на этом участке может вырасти инфраструктура для поддержания ПВО над Южно-Китайским морем, а контроль над архипелагом позволит Пекину исключить блокаду стратегически важного Малакского пролива со стороны США. Также это море может стать базой для подводных ядерных сил КНР. 12 июля суд в Гааге постановил, что у Китая нет прав на спорные острова. Пекин не согласен. В качестве ответа сегодня Верховный суд КНР разрешил береговой охране использовать силу и арестовывать иностранные судна в своих территориальных водах. Великобритания увеличивает количество вооруженных полицейских на улицах. Теперь патрулировать улицы столицы и крупных городов станут 24 часа в сутки. А возле достопримечательностей всегда будет находиться фургон со спецназом. Наш Сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко выясняла, достаточно ли таких мер, чтобы британцы спали спокойно. Вот, полюбуйтесь, это ваши защитники. Министерство внутренних дел Британии гордо представляет спецотряд, который будет бороться с угрозами на улицах Лондона. Уровень угрозы у нас и так один из самых высоких. После того, что мы видели в Германии, Бельгии, Франции, было бы глупо игнорировать это. И мы готовы дать адекватный ответ. Вооруженных патрульных в столице станет больше на 600 человек. Их общее количество достигнет 2800. В фургонах без опознавательных знаков отряды круглые сутки будут находиться рядом с достопримечательностями и местами скопления людей. Мы извлекли уроки из того, что произошло в Европе и хотим, чтобы жители и гости Лондона чувствовали себя в безопасности. Критики говорят, радоваться нечему. В последние годы в рядах спецназовцев были постоянные сокращения. И сейчас, когда вероятность терактов резко возросла, срочно тренируют новобранцев. В мегаполисе, где много транспорта и в случае хаоса начнется паника, мы на специальных мотоциклах сможем добраться в любую точку. Кстати, вот и первые успехи. Сегодня поймали двух человек, которые финансировали экстремистов в Сирии. Но угроза прячется не только внутри страны. Именно внешние границы защищены плохо. Морские, в проливе Ла-Манш, катастрофически не хватает патрульных катеров. 2000 миль береговой линии патрулирует всего три судна. Физически невозможно засечь все плавсредства, которые приближаются к английским берегам. Это действительно опасность для нас, относительно новая. Небольшие надувные лодки, которые перевозят нелегалов, на такой вызов необходимо отвечать. Пока что Министерство внутренних дел и пограничники проблему не комментируют. Британии в последние годы удавалось избежать крупных терактов, но страна может в любой момент стать следующей мишенью. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин подробности Британское бюро телеканала Интер. На украинско-польской границе снова очереди. На этот раз из-за того, что Польша возобновила малое пограничное движение с Украиной. Автомобили стоят по пять часов на всех восьми пограничных пунктах пропуска. Без очереди пропускают только транспорт с беременными и инвалидами. По прогнозам пограничников, меньше машин станет ближе к выходным. Напомню, временное ограничение действовало с 4 июля. Польские власти запрещали украинцам из пограничных областей въезд в страну по специальным картам из-за проведения в Польше Дней Молодежи и саммита НАТО. Протягом того времени, что был прекращен маленький прикордонный рух, черги перед пунктами пропуска в основных на кордоне с Европейским Союзом были отсутствием. Сегодня станом на 6-й ранку перед всеми пунктами пропуска на кордоне с Республикой Польши сохранились черги где-то приблизительно больше 100 автомобилей. Чиновничьим декларациям в электронном виде быть. Для этого нацагентству по предотвращению коррупции консультативная миссия ЕС передала сегодня необходимую оргтехнику. Напомню, запуск системы электронной подачи декларации является одним из условий для либерализации визового режима с ЕС. Теперь, чтобы система начала работать, необходимо доказать надежность защиты персональных данных чиновников. Запустить новацию планируют 15 августа. Необходимо еще побудовать комплексную систему защиты. Саме сегодня я уже подписала документы на опогоджение технического заведения. Теже спецзвязок працюет уже в этом направлении. И мы имеем большие сподевания, что до закинчения термина початка системы декларования уже будет выдан ответственный аттестат ответственников. Но в службе госпецзвязи заявляют, запуску системы могут помешать задержке в разработке программного обеспечения. Завершить должны были еще до начала июля, но на данный момент программа готова лишь на 60%. И мы ожидаем до 5 серпня согласно с графиком для проведения экспертизы соответственного обладнания. Сегодня направляем листы запрошения до всех заинтересованных сторон. А уже в 2-рак, 9 липня, планируем надать последние результаты экспертизы. Монополия на дым. Правки в закон о лицензировании спасли главного дистрибьютора табака с российскими корнями от закрытия бизнеса в Украине. Кто помог удержаться на плаву? Подробнее расследование антимонопольного комитета смотрите в сюжете наших корреспондентов. Есть в стране закон о лицензировании видов хоздеятельности. Там прописано, если бенефициар гражданин страны-агрессора компанию лицензии лишают. Но прошлой весной тогда еще нардепа, теперь главный налоговик страны Роман Насиров внес справки в закон и исключил из списка аннулирования табачные изделия, алкоголь, банки и телекомпании. И благодаря этому компания монополист с российским происхождением мегаполис Украина, через которую по данным антимонопольного комитета проходит почти весь табак страны, остается на рынке. Это однозначно лоббизм, но что он получил за это, что-то не получил, мы не знаем и в принципе не можем узнать. Поэтому говорить сейчас про реальное расследование из этого вопроса не доводится. В Украине официально торговая компания мегаполис Украина появилась в 2011. Как выяснилось, ее владелец российский бизнесмен Игорь Кисаев. Под его контролем говорят юристы еще и завод имени Дегтярева, где производят оружие и форму для российских военных. Но в конце прошлого года мегаполис Украина становится Тедис Украина. Меняет и владельцев. Тедис Украина утверждает, что это граждане Украины, Британии и Ирландии, если не ошибаюсь. То есть россиян там больше нет. Но можно пропускать, что такая изменка властника была формальной для того, чтобы приховать связок с реальными российскими властниками. Зимой страну накрыла волна протестов. Активисты блокировали склады табачных изделий и требовали внести компанию в санкционный список. В акциях участвовали и некоторые нардепы. Утверждают, такие правки в закон не случайны. Чтобы легче было керувати процессами теньевого бизнеса, нужно, чтобы он был осередлен в одних руках. Набагато легче, если, допустим, это происходит так. И, фактически, я думаю, что это также своеродное лоббирование интересов. Сам Насиров на вопрос программы «Наши гроши» объяснить логику своего законотворчества не смог. В антимонопольном комитете расследование началось еще в октябре прошлого года. В марте мегаполису представили предварительные результаты, с которыми компания не согласилась. Назначили дополнительное расследование. В комитете утверждают, результат будет вот-вот. Расследование находится на завершенном этапе, и его результаты готовятся на передачу до комитета на расследование. Что мегаполиса, то мы видим структурные ознаки монопольного установления на рынке дистрибуции сигарет. И в разе, если комитетом будет принято решение про зловоживание этим монопольным установлением, то, безумно, субъект будет притягнут до ответственности. Даже если уже компанию Тедис Украина признают монополистом, ей грозит штраф и обязательство прекратить злоупотребление. Но и с окончательным результатом комитета компания может не согласиться и начать судебное разбирательство. И пока дело будет твориться в судах всех инстанций, из Украины по-прежнему будут уходить деньги. Куда остается только догадываться. Андрей Кровец, Павел Медведь, подробности телеканал Интер. Крутое пике. За последние два года Украина потеряла четверть своей промышленности. Крупнейшие налогоплательщики уходят с рынка. А те, кто еще как-то сводит концы с концами на грани банкротства. Например, завод Антонова вовсе не работает, а убытки флагмана ракетостроения Южмаша превышают миллиарды, говорит нардеп от оппозиционного блока Вадим Новинский и предлагает свой рецепт спасения. Нынешняя власть ведет бездарную, губительную для страны экономическую политику. Результаты налицо за последние два года, вы видите. В два раза сократился экспорт Украины, на четверть сократился промышленный потенциал. В долларом эквиваленте валовый внутренний продукт сократился в два раза. Поэтому выход здесь один. Перевыборы парламента, формирование профессионального правительства, изменение конституции. И поэтому только в этом есть путь к тому, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована уже в четырех областях Одесской, Черкасской, Черниговской и Николаевской. Самая тревожная ситуация в Новой Одессе и соседних селах. Введен карантин, но справиться с ситуацией быстро не удастся, говорят экологи. Почему, выяснял Кирилл Ющишев. Официально вспышки африканской чумы свиней в Новой Одессе стало известно еще в конце прошлой недели, когда пришло заключение из Киевской лаборатории. Но местным чиновникам понадобилось целых пять дней, чтобы организовать санитарные посты и объявить в городе карантин. Новая Одесса город одноэтажной застройки. Здесь многие держат скот. Не на камеру рассказывают о вспышке чумы знали еще месяц назад, когда начался падеж поросят. Но тогда объявлять карантин было невыгодно ни людям, им срочно надо было сбыть свиней, ни власти, потому что тогда продажа урожая из зараженной зоны была бы запрещена. За этот месяц, по словам местных жителей, фермеры успели продать потенциально опасный товар, хоть и по заниженной цене. Городские власти уверяют, специально с карантином не затягивали просто в местной лаборатории, ошиблись. Випадки у нас такого, что идет сбор дешево скупляются свиньи в районе, у нас таких випадков не зареєстровано. Цим занимались ветеринари, мы не касаемся этих вопросов. Когда пришло заключение с Киева, что это подтверждение африканской чумы, нам было про это сообщено 28-29, я не помню, уже какого там числа. А пока карантин не был официально введен, местные жители целый месяц сбрасывали погибших животных прямо на городскую свалку. Оттуда инфекцию разносили птицы. И только сейчас полуразложившиеся туши собирают и сжигают. Уничтожают и здоровых поросят в зоне карантина. За четыре дня карантина в Новой Одессе уже сожгли около 500 голов скота. Но похоже, чуму так просто уже не остановить. Вспышки этой болезни зафиксированы уже в четырех областях. Самый крупный очаг на юге в Николаевской и Одесской областях. Кирилл Ющишин, Игорь Попов подробности телеканал Интер Николаевская область. Суд по делу сотрудников патрульной роты полиции торнадо сегодня не состоялся. Не было кому и на чем привести подсудимых. Но стали известны новые детали вчерашнего скандального заседания. Подробности в следующем материале. Оболонский райсуд столицы. Пятый этаж, пятнадцатая комната. В половине двенадцатого здесь должно было состояться заседание суда по делу восьмерых торнадовцев. Напомню, их подозревают в ряде тяжких преступлений, в том числе изнасилованиях, похищениях, разбои и грабеже. В зале неприятный запах. Стеклоклетки для подсудимых разрисовано. На стенах бурые пятна. И запах хлорки. Видимо, помещение пытались привести в порядок. Вчера заседание суда продлилось всего восемь минут. По видеосвязи потерпевшая, которая находилась в соседнем зале, должна была давать показания в деле об изнасиловании. Но заслушать ее снова не получилось. 19 июля ее слова заглушили угрозы подозреваемых торнадовцев. Вот как это было. Ты будешь страдать! Ты будешь гореть ворду! А вот что происходило во время вчерашнего судебного заседания. И пока провокации ждали на улице от нардепов Игоря Масичука, Андрея Лозового и Семена Семенченко, по сложному списке которых не одна скандальная выходка, отличились в зале суда сами подозреваемые. Комбат торнадо Руслан Онищенко и его подчиненный Ляшук. За неуважение к суду они пропустят два следующих заседания суда. За указан обвинуваченного пана Онищенко с метою не допустить до подпотерпилы обвинуваченные Ляшук и пламадяла начали обливать прокуроров, других участников процесса и зал судовых заседаний родиной бурого кольора. На этот раз с ярко выраженным запахом фекалий. Оскільки было залит участники процесса, так и зал судового заседания. Судовое заседание проводить уже было просто неможливо. адвокат говорит, вчерашнее поведение его подзащитных всего лишь способ привлечь внимание. Якобы о том, что судья намерен допросить потерпевшую по видеосвязи не знали, да и вообще никаких обливаний грязью не было. А факты, предоставленные пресс-службой суда, называют фальшивкой. Сделали закрытое судебное заседание, хорошо, смирились с этим. И мы не можем быть уверены в том, что там нет какого-нибудь суфлера, который сидит рядом, который не будет там рассказывать, как нужно говорить. Они начали возмущаться, кричать и так далее. То есть в итоге они в такой способ попытались достучаться до суда. Зеленки не было. Прилескали, не было ничего этого. Это фальшивка? Хорошо. Конечно. Но заседание сегодня так и не началось. В пенитенциарной службе судям сообщили, вести подсудимых некому. Вчера во время стычек возле суда были ранены 12 полицейских и 15 надгвардейцев. Напомню, накануне поддержать подсудимых пришли десятки людей символикой нескольких добровольческих батальонов, в частности Донбасса, Айдара и Торнадо. Они принесли к суду шины, пытались преодолеть ограду, потом дошло до стычек с правоохранителями. Требовали открытого процесса. Ночью стало еще жарче. Когда выводили подсудимых из здания суда, митингующие блокировали автозак. Кто-то зажег фаеры и начал распыляться заточивый газ. Полиции пришлось применить спецсредства. Агрессивные протестовальники кидали правоохранителей в палец, камень, использовали кийки и слезогинный газ. В дальнейшем понад 20 постраждали правоохранителей вернулись за медической помощи, с опеками очей, травмами рук и головой. У нас нет за данными фактами. То есть фактами оперы представителей правоохранительного органа и фактами группового порушения гражданского порядка начали эти криминальные проведения. И сейчас продолжают следственные действия. В столичной полиции не уточняют, каким группам принадлежали вчерашние митингующие. В то же время Алексей Сламчинский, руководитель отдельных подразделений Всеукраинской ассоциации АТО, он вчера находился возле здания суда, сегодня заявил, следующее заседание суда будет открытым. Суд будет открытым. Если суд не будет открытым, то его не будет вообще. В Санкции, чтобы присутствовала пресса и все снимали. Игорь Мусичук, Андрей Лозовый и... Янекс, так сказать. Вы не так думали, что? Да, да, да. Суд по торнадовцам перенесли на следующий вторник. Павлина Василенко, Олег Неведомский, подробности, телеканал Интер. На Мариупольском направлении снова фиксируют увеличение количества обстрелов боевиками позиций сил АТО. Враг активно применяет бронетехнику, в том числе танки. Последние новости из сектора М в материале Руслана Смещука. Украинские позиции на терриконах под оккупированным Докучаевском с трех сторон под Ковой окружают город. Ну, им высота эта нужна по-любому. Но мы делаем все для того, чтобы этого не произошло. ДРГ заходит иногда до 500 метров. С этой высоты отлично просматривается город и простреливаются позиции боевиков. Их блиндажи как на ладони. Два расчета миномета, пехота, ну и пулевые огневые точки. Там, где работает снайпер, ДШК. 1500 метров, 1700. Они выходят, соответственно, провоцируют нас. Мы не отвечаем, пока нет команды. Тут доповедаем начальству, начальство решает открывать огонь, не открывать. Периодически здесь идут ожесточенные бои с применением бронетехники и артиллерии. На днях противник несколькими ударами с разных сторон попытался выбить украинских солдат занимаемых высот. жарко за прошедшие сутки активизировалась вражеская бронетехника, в том числе танки. Руслан Сайдика уже работает Министерство юстиции, утверждает тарифы. Также Сайдик обратил внимание на то, что на Донбассе существуют проблемы с восстановлением железнодорожного сообщения. Выражена обеспокоенность фактом повреждения участка железнодорожной линии Никитовка-Майорска. Для очередного восстановления ремонтных работ, конечно, опять необходимо полное соблюдение режима прекращения огня. Крымские узники Москвы. Какие последние новости стали известны о судьбе Александра Кольченко и Олега Сенцова? Где они сейчас? И почему украинские дипломаты действия соседней страны назвали грубым нарушением консульской конвенции? Данил Русаков продолжит. Без права на встречу уже три месяца. Именно столько украинских дипломатов добиваются от российских властей разрешения на посещение Олега Сенцова и Александра Кольченко. Кинорежиссер и активист из Крыма уже этапированы в колонии. В Якутию и на Урал почти год назад их признали виновными в подготовке теракта. Напомню, оккупационные власти полуострова посчитали, что украинцы собирались взорвать офис партии «Единая Россия». В августе прошлого года Олега и Александра приговорили к 20 и 10 годам соответственно. В украинской миде отказ предоставить свидание сегодня назвали грубым нарушением консульской конвенции. Последние, кому удалось встретиться с заключенными, были их адвокаты. В середине июля примерно я была у Александра Кольченко в колонии в связи с тем, что появилась информация, что якобы Александра Кольченко вынуждают за принятие российских граждан. Единственное, что представитель Федеральной миграционной службы предложила ему, если он желает, получить бланк установленной формы для отказа от российского гражданства. Еще за это и деньги платить там надо было. Напомню, суд в своем приговоре признал факт наличия украинского гражданства Усенцова и Кольченко. Сами узники, кстати, несколько месяцев назад призывали российский Миню скорее отправить их на родину для отбывания наказания. Однако официальная Москва на сей счет пока молчит. Интересует ее, по всей видимости, другой заключенный и он из американской тюрьмы. Здесь попросили власти США обменять приговоренного за контрабанду наркотиков к 20 годам тюрьмы Константина Ярошенко. В качестве альтернативы компетентные органы федерации готовы передать Вашингтону одного из 13 осужденных американцев. Реакция Белого дома на такое предложение Москвы известна, она отрицательная. Кстати, еще недавно депутаты Российской Госдумы хотели обменять Ярошенко на надежду Савченко. За океаном тогда такому предложению очень удивились и даже выразили недоумение. Мол, причем здесь вообще Соединенные Штаты. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканалы Интер. Аэропорт Дубая возобновил работу после возгорания самолета на взлетно-посадочной полосе. Боинг-777 авиакомпании Эмирец, который летел из Индии, вспыхнул во время экстренной посадки. По словам местных СМИ, лайнер приземлился на фюзеляж, отчего загорелся. На борту было 282 пассажира и 18 членов экипажа всех эвакуировали. Николай Мильчев избран знаменосцем сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Мильчев самый старший спортсмен украинской команды. Он представит нашу страну в стендовой стрельбе. Эти игры в Бразилии станут последними в карьере украинского спортсмена. А торжественное открытие Олимпиады состоится, напомню, на стадионе Маракана уже 5 августа. Последними могут стать следующие паралимпийские игры для бельгийской спортсменки В последнем интервью чемпионка призналась, что думает уже не о победах, а о смерти. Шокирующую историю расскажет София Гордиенко. В отличие от игр олимпийских, паралимпийские даже в Европе приходится популяризировать. Вот журналисты и организовали серию интервью со спортсменами. Вопросы оптимистические, как и любит публика. О планах на будущее, ожиданиях, да и вообще о жизни. Но оказалось и о смерти. Мари Коверворд, бельгийка, завоевавшая золото в Лондоне в 2012 году, призналась, грядущие игры в Рио для нее скорее всего последние. Я очень страдаю от боли, сегодня плохо спала, но пришла на тренировку. Хочу показать всем, если чего-то хочешь, обязательно этого достигнешь. За 37 лет жизни врачи так и не поставили ей диагноза, но каждый день мышцы спортсменку слушаются все меньше, а боли становится все сильней. У Мари Ки есть и друзья, и любимый пес Зен, но о непонятной болезни она забывает только на стадионе. Если я больше не смогу заниматься, мне и жить незачем. В самой Бельгии о том, что Мари Ки воспользуется этаназией, знали и раньше. Друзья даже пытались ее отговорить. Нет, ты не можешь этого сделать, я буду уговаривать тебя. В стране процедура этаназии разрешена с 2002 года. Показания неизлечимые физические или моральные страдания. У девушки оба симптома. Есть ли жизнь после спорта? Для Мари Ки вопрос открытый. Говорит, когда боль уходит, она самый счастливый человек на свете. Однако болезнь прогрессирует, и таких моментов становится все меньше. Но даже то время, что ей осталось, Мари Ки обещает прожить ярко. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер, Бельгия, Брюссель. Ну а на Олимпиаде в Ре-де-Жанейро уже установлен первый рекорд, то есть еще до старта соревнований. Какой? Узнаете из нашего обзора. 11 человек ранены, пятеро арестованы. Результат неудачного флешмоба немецких туристов на испанском побережье Коста-Браво. 200 молодых людей устроили вечером шумный забег по улицам города. Изображали папарацци, которые фотографируют знаменитостей. Местные жители и отдыхающие подумали, что на городок напали террористы. В ресторанах люди попадали на пол, а на улицах бросились в рассыпную. В давке многие получили травмы. В итоге полиция задержала организаторов флешмоба. Сенсация или банальная ошибка? Журналистка одного из турецких телеканалов якобы провела расследование и нашла блокнот с зашифрованными записями мятежников. В эфире репортер прочитала отрывок и сказала следующее. Лечение, погода, патроны, вертолеты и машины. Это то, что пучистые использовали во время попытки переворота. Позже тайну блокнота раскрыли в соцсетях. Записи оказались подсказками в компьютерной игре GTA и отношения к мятежу не имеют. Автобус будущего прошел первый тест-драйв Китая. Современный транспорт не занимает много места на дороге, оборудован собственными светофорами и может перевозить 300 пассажиров. Движется автобус практически по обочине шоссе благодаря специальным опорам. Впервые шаттл будущего представили три месяца назад. Сейчас транспорт успешно прошел первые испытания. По подсчетам конструкторов их изобретение уменьшит пробки на дорогах китайских мегаполисов на 35%. Первый рекорд на Олимпиаде в Рио организаторы раздадут спортсменам и сопровождающему персоналу 450 тысяч презервативов. Это в три раза больше, чем на Олимпиаде в Лондоне. На каждого спортсмена приходится по 43 презерватива и это при том, что соревнования будут длиться чуть больше двух недель. Практика распространения средств контрацепции часть программы Международного Олимпийского комитета по профилактике ВИЧ и СПИДа. Олимпиада стартует в пятницу. Мастер-класс от Сирены Уильямс. Первая ракетка мира показала, как нужно танцевать тверк. В видеоролике, снятом для журнала Self, именитая теннисистка продемонстрировала движение для разогрева и ряд элементов танца. Сирена уверена, что тверк должен станцевать каждый человек хоть раз в жизни. Во время этого танца активно используются движения ягодиц, бедер, живота и рук. Остальные части тела при этом почти полностью неподвижны. Таким и были главные новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся в этой студии уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин